Итак, друзья, мой обычный строительный день Мы выезжаем с вами на работу Чтобы было понятно, минус 23 градуса на улице Но это нас совершенно не страшит, потому что это нормальная температура Вот минус 40 уже стоит заморочиться Есть только одна проблема, которая меня волнует Сейчас я хотел забрать доски для того, чтобы делать кровлю Человек, который мне должен ходать, не может завести трактор Вот я просто устал уже ждать, решил доехать до него И просто посмотреть, что там происходит Задача простая Нам нужно нагрузить досками машину Но для этого нужно почистить снег Ну, мы без квестов же не живем Снега почистить немножко, но таскать через такие сугробы доски не совсем удобно Поэтому сейчас мы разогреваем трактор Потом им чистим снег Потом я беру доски И потом мы с вами едем их приколачивать И делать наше утепление кровли Вон там 150-ка в конце лежит И 180-я под снегом Ну, пойдемте, что, трактор посмотрим Все, завелись, ребята Сейчас грузимся Придумать в такой мороз работу Это было крайне интересно Вот вы говорите Денис, чем ты занимаешься выходные? Кайфую! Честно, я даже не представляю Сможем ли мы загрузить Две с половиной куба На мой прицеп Четырехметровых Можете сразу делать ставки Довезем мы столько или нет Почти, почти все по правилам Красненькое в конце надо Красненькое есть Блин, прицеп бедолага Как же я над тобой издеваюсь, друг мой Ладно, все, поехали Главное, чтобы это замечательное утро Нам не встретились полицейские Доступ Бедолажка Давай, выдержи, пожалуйста, братуха Друзья, я уверен У вас сейчас застыл Не мой закономерный вопрос Нафига столько лишних телодвижений Если можно нанять газели Она все довезет Вы правы Это вообще легко можно сделать И действительно Это, наверное, было бы проще Но вот такой я человек, короче Я не знаю Просто утром встал Думаю, да сам увезу И вот три ходочки Сходить по полтора километра Ну, как-то не напряжно В копилке плюс 600 рублей Мы уже снимали с вами видео Где я утеплял Именно вот эту часть дома Где мы уже летом жили Но мы утеплили всего лишь 10 сантиметров А необходимо утеплить В конечном итоге В 20-25 Для нашего региона 25-30 Говорят, что это просто в идеале Но я планирую 25 не больше Поэтому Пирог я вам рисовал В том видео Сейчас мы с вами Поднимаем доски наверх И делаем поперечины То есть Мы укладываем доски Перпендикулярно этим доскам Для перехлёста Холодных швов И утепляем уже На дополнительные 15 сантиметров В конечном итоге Должно получиться У нас с вами 25 сантиметров утепления Предлагаю этим Сегодня и заняться Периодически Когда начинаются кадры У меня про кровлю Мне то и дело Пишут комментарии О том, что Денис, ну как же так Ты не использовал плёнку На стропила И я с вами Совершенно согласен Она просто необходима И это было моё упущение Но весь косяк Заключался в том Что я не мог сделать её сразу Так как я делал В два года Ну по финансовым соображениям Я не мог сделать за один год металл Вот этот каркас я сделал за один год И в следующем году Я уже делал кровлю И как вы предполагаете Я смог бы засунуть сюда плёнку Никак Поэтому правильное решение Было бы конечно же Делать её за один год Всё вместе Всю кровлю Но я по финансам бы не вывез И по силам Потому что строю я дом один И конечно же Видите, да Есть намерзания Но они не критичны Они не капают на пол Но есть и страшные моменты Я вам сейчас их покажу Вот они Вот эти надувы Они проходят Через вот эти соединения Это крайне неприятно Но вот такие вот Штуки получаются Поэтому я для себя Принял решение Что летом Гидроизоляцию Всё-таки я её сделаю Но я её пристреляю В самый край Сделаю провис И здесь тоже простреляю И получается Что у меня будет защита От этих снегов Потому что вот этот шов Ну никак не защитишь Пропенивать его весь Это нецелесообразно Ну надеюсь Эту тему мы с вами закрыли По поводу плёнки И я принял свою ошибку Ещё в предыдущем видео Я про это говорил Что я согласен Что я не прав Я придумал Как это всё дело Исправить И обязательно это исправлю Снег на кровле есть И мне приходится Его убирать сейчас И это страшная вещь Поэтому друзья Не совершайте мою ошибку Всегда используйте плёнку И всегда используйте Коньковую прокладку Вот эту Которая идёт на коньки На хребты Я тоже её не использовал Потому что посчитал Что это очень дорого А в конечном итоге Я сейчас трачу деньги На монтажную пену Это плохо Ну всё Делаем поперечины Сейчас мы укладываем сюда доски Это всё дело Мы минеральной ватой прокладываем Потом в конечном итоге Мне нужно будет Чем-то это всё защитить Пока уложить какой-то Какой-то целлофан До момента Пока я вот это всё не изобрёл Это я буду делать Наверное уже Может быть летом Эти защитки дополнительные Ну всё Прокладываем доски Пробиваем их Так, ребята Ещё главное Напомню Важные правила 58 сантиметров Между брусками Потому что Сам момент вата 60 И она в аккурат Будет 2 сантиметра Это на компенсацию 5 слоёв 250 миллиметров Это вот Самая идеалочка 25 сантиметров Утепления потолка Перехлёстом швов Чем больше Перехлёстов Тем лучше Перехлёстом швов Так, друзья Многие оценили мою супершапку Наверное уже Но я возьму себе Конечно Зимний строительный костюм Потому что В этом году Мне что-то ещё не приходилось С вами В зимнем-то и поработать Мы как баню начали С вами с ноября Так её и бомбили Всю дорогу Хочу сказать Что вот такое Количество Мы смогли сделать За один Рабочий день То есть Поднять бруски Прикрутить их И уложить минвату Эта комната Где-то Наверное Квадратов под 20 Она получается Вот Что мне осталось Сделать впереди Вот такое Вот количество Ну Бардак Не смотрите Всё здесь сейчас Будет прибрано Всё будет красиво Этот целлофан Я сейчас уложу В те места Где ещё возможно Поддувание снега При какой-нибудь пурге Поэтому Ну это в основном Хребтовый И конёк Вот в эти места Я уложу На всякий случай Пусть будет Ну неохота потом Чистить снег С вот этой красоты Ну а в дальнейшем Конечно Я как уже говорил Сегодня в кино Я всё это дело Доведу до ума И будет всё нормально Друзья Ещё вопрос Который меня мучит На протяжении Уже двух выпусков Скажите пожалуйста Нужно ли в кино Мне больше жизни вкидывать То есть Моей жизни обыкновенной Там Как я деньги зарабатываю Как я к пчёлам езжу Как я отдыхаю Если да То буду добавлять Если вас интересует Только строительный контент Ну то только стройка Просто мне неохота Разбиваться на два канала Чтобы туда жизнь Здесь работа Хочется всё ввести на одном И мне кажется Так будет более Для нас с вами Как-то Интереснее И Более Приближённо Друг к другу Ну Всё-таки Жду от вас Комментариев Тем кому понравилось видео Пожалуйста Одобрите его своим лайком Тем кому не понравилось Смотрите мои другие кино Их очень много Которые вам понравятся Подписывайтесь на канал Кто не подписан И ещё ребята Который раз вам говорю Нажимая на колокольчик Вам приходят Все мои новые ролики А я с вами прощаюсь До скорых встреч Ну и цитируя Один из популярных До всем известных фильмов Я скажу Простыми словами Мальчик Мы домой летим Всё Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok